А что, друзья, мы переходим к дальнейшей теме. Фактическая исцеление. Фактическая божественная исцеление. У нас два направления. Они очень связаны между собой. Они одинаковые, если поправкой для тебя или для других. Но так же, как для тебя, так и для других. В исцелении, вы должны понимать важный принцип. Исцеление это изгнание от духа болезни. По сути, это связано с освобождением. Эти исцеления на самом деле почти одинаковые. И фактически одно и то же. Но есть одна определенная разница между исцелением. Потому что и там, и там идет изгнание. Но в исцелении плюс добавляется дома строительства. Дома строительства. Представьте теперь, что вы строители. Вы пришли. Первое, что вы делали, вы их знали разрушителем. Но разрушители уже разрушили. А вы еще добавляете. Вы начинаете выстраивать домик опять. То есть строительство. Восстанавливаете разрушительство. И здесь так же самое используется власть. Верующего человека, власть Педа Божьего. И сила Духа Святого. Дух Святой это архитектор. Который творил. И помнил творение, додуманное теле. И он же продолжает это совершать. Уже во время действия, во время молитвы. Есть основные важные принципы этого окружения. Мы говорили вчера. И так называемый проект. Любое действие происходит через формирование проекта. План своих действий. Не просто Господи исцелить. Это план проекта действия. И в этом проекте действия участвуют наши мысли, наши чувства. Наша вера в первую очередь. И создание нашей власти и татуса. И плюс действия Духа Святого. Основные принципы получения исцеления. Это может быть как для тебя, и так для других людей. Я вам сейчас скажу такой краткий пункт. Первое. Что ты должен знать? Ты должен четко знать волю Божью в отношении твоего исцеления. Поскольку вера это уверенность. Уверенность в чем-то создает связь тем, чем ты уверен. Если у тебя нет уверенности в том, что Бог хочет, может исцелить тебя. У тебя нет духовной связи. Мост веры не произойдет. У тебя будет базисто мышление. Я как вам говорю, ничего не произойдет. Вот ты должен четко понимать волю Бога в отношении твоего исцеления. У нас есть воля Бога. Она записана в Исаии 53 главе, 4-м тихе. Он взял на тебя наши немощи и боления, и ранами его мы исцелили. На кресте произошел божественный обмен, и произошло высвобождение пророческого слова. Исцелились телами. И наше служение, наше действие, оно происходит на платформе уже существующего пророческого слова. Исцелились, причем не будете, а уже исцелились. И слово ранами тут исцелились имеет три обозначения времени. Исцелились, исцелены и будете исцелены. Амалья. То есть, мы действуем на платформе, уже высвобождено из совершенного действия Бога. То есть, мы уже знаем, что воля Бога в нашем исцелении уже существует. И более того, в эфифчанах 1-3 написано, а Бог благословил нам уже всяким благословением. Оно хранится в наиболее сам, в небесной сфере, как модель. И в том числе исцеление. Это тоже наше благословение. Быть здоровым. И поэтому мы знаем, что это воля Божия, в том, что Бог не просто хочет и может, а Он уже сделал наше исцеление. А мы, посредством этого, формируется мост веры. Второй принцип. Видеть тебя, исцеленных, это тоже я говорю, мост веры. Ты уже мысленно переносишься уже в будущее. Ты мысленно переносишься уже в модель, которую Бог сотворил. Исцеленным человеком. Это модель. И ты уже видишь себя в этой модели. И ты происходишь в связь с твоим делом, в настоящее время, и в модели, которую Бог совершил через результаты Христа. Это видеть себя исцеленным. Это относится так же, когда ты будешь служить за кого-то. Когда ты будешь молиться за кого-то, ты должен видеть его уже через совершенную работу Христа. Он исцелился. Он уже, твоя задача, активировать исцеление. Не уговорить Бога исцелить его, не умолить Бога исцелить его, а активировать, уберить то, что он уже совершил для человека или для тебя. Четко знать, что болеть – это враг. Это оружие сатаны, а не Бога. Для того, чтобы усмирить человека в чем-то или для тебя. И если ты думаешь, что болеть является делом Божьим, тогда у тебя дерзовение, мелочь или житель отпадет. Потому что это Бог как-то, ты же не будешь с Богом сражаться. И ты вместо того, чтобы болеть, ты ее примешь и ты покоришь ей. Это не так. Я включу. Поэтому, ты должен четко знать, что болеть – это твой враг. Как сказал один служитель, надо быть сытым по гору. Сытым по гору. Там уже все, хватит уже. Хватит быть в моем теле. Примите, нравится? Хватит уже. Все. Не даю тебе вопрос. Почему иногда болеть, а не держится? Потому что у человека есть привязанность к этим болезням. Он привык себя видеть болезням. Перед татьями, атакитесь от этого. Атакитесь от болезни. Скажите, это не мое. Я не могу болеть. Я не должен болеть. Бог тетло, должен я. Дорогу. И это произошло. Возбудите себя в мощной оппозиции к тому, что существует. Я не раб. Я сын. Это даст вам бутылочек в проявлении помазания. Помазание начнет проявляться через ваше возмущение к этому предмоговию. Так не должно быть. То есть болезнь это враг. Бог дал вам силу победить врага. И вы победите врага. Покорите Богу, противотаните. И болейте щедро. Я вам убежусь. Болезнь уйдет. То процент будет. По-другому не может быть. Уйдет и все. Без всякого. Оно. Но, а если, а может, а мне кажется, без вот этих богов уйдет и точно. Будьте решительны в этом вопросе. Не создавайте никаких запахных аэродромов. Ну, если не получится, врачи исцелят, хотя никаких запахных аэродромов. Определите. Если вы идете к ручам, либо идете к болезнь. Но, умейте важное понимание. Вы не смертите. Вы не смертите. И это не значит, что умру, но не приму таблетку. Но вы чувствуете, сканируете свою веру. Просекуете веру. Если вы чувствуете, что вы не можете совпадать этим вопросом, принимайте лекарства. Принимайте и дальше молитвы. Но уповайте не на лекарства, а на молитвы. Идите там. Потому что это битва, борьба. У нас нет задачи, как бы сказать, умереть, но не принять таблетку. У нас задача выжить вообще, в общем случае. Выжить. И все вопрос веры. Мы каждый находимся на разном уровне веры. Но мы растем вере. И некоторые вещи вере у тебя получаются, некоторые нет. Но ты растешь вере. Поэтому иди в этом погода. Не держи себя в самоусуждении виновных. А я встречал такие. Когда человек говорит, что, господи, я согрешил. Я прию таблетку. А-а-а. Забери меня на небо. Ну это глупо. Поэтому вы должны понимать, что ваша задача идентифицирует Евангелия. А Бог будет дополнять к этому исцеление. Исцеление является важным вопросом. Вернее, главным вопросом. Главный вопрос, это приобщение со Христом. Исцеление будет дополняться. Это будет мужчине притесаться. А это, а возобождение от болезни, это будет как дополнение. Это как плод, результат того, что вы привязаны к Богу. Вы привязаны к Царству Божьему. Природа Божья будет двигаться внутри вас. Амэр? Алилуй. Хорошо. Четвертый пункт. Назначь время своего исцеления. Назначь время твоего исцеления. Помните, да, Матфея 9 главе 25-м тихе. Женщина, страдавшая кровотечением, назначила время твоего исцеления. Мы их пользуем прямо сейчас. А почему нет сейчас? А почему, да, сейчас? Нет, сейчас. Почему? Потому что это уже существует. И поэтому я развиваю связь в том, что какая-то прямо сейчас происходит в моем теле. Возможно, исцеление будет происходить в каком-то интервале. Но я прямо сейчас принял исцеление. Вы понимаете разницу? То есть, вы должны понимать. Есть исцеление, есть чувствование. Чувствование – это моментальная трансформация тела. Исцеление – это поэтапное изменение тела. Но как и в том, и в том случае мы говорим прямо сейчас тело исцелит. И в этот момент начинается процесс передокрутки, реконструкции тела. Прямо сейчас. Задача время. Пятый пункт. Вера говорит сейчас. Отсуществление ожидания происходит сейчас. Сегодня. Сегодня я уже получил исцеление. Сегодня мой день настал. Сегодня я принимаю решение. Все, я больше не буду мириться с этой реальностью. Вот моя реальность. Небеса. Отсуществление ожидаемого. Отсуществление ожидаемого означает, что ты первое, что делаешь. В облагающие руки. Сейчас. Во имя Итуда лета. Я беру власть над твоим телом. Как Дух Божий. Дух соединенных господом. Я беру власть над телом. Я беру власть над глазами. Я беру власть над частью тела. И говорю, во имя Итуда лета. Согласно, Слово Божие, ты будешь работать так, 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 как определил тебя Господь. Согласно, потому что ты искуплена. Еще один принцип такой. Когда ты живи, Боже, ты кива мне. Живи, понимай. Ну, давайте так. Пример молитв. Отец и беда, я благодарю тебя за твое слово и истину, которая уже освободила меня. Твое слово свидетельствует о том, что ранами Христа я исцелился. И это существующая реально для меня, как модель моего тела и моей души. И я принимаю и твоего царства, где я наследник, мою собственность, мое исцеление. Оно уже принадлежит до дни, потому что ты уже создал это для меня. И я покажу тебе, как Боже, что это существует для меня. Прямо сейчас, во имя Итуда Христа, я утверждаю это слово. Мое теле. Могусь, и ты на меня именем, во имя Итуда Христа, я повелеваю Духу немощи, Духу боления, выйти вон во имя Итуда Христа и больше не возвращаться. Я повелеваю Духу ложных симптомов, выйти вон и больше не возвращаться. Прямо сейчас, ЖИБОЖЬЯ, ТЕКИТЬ МОЕГО ДУХА, КАК РЕКА, ЖИБЬ! Ты житель, протяжка, ЖИБЬ! ЖИБЬ! Как будто и живота. ЖИБЬ! В Болгарии слово ЖИБЬ означает ЖИВОТ. ЖИВОТ! Им очень, в общем, им даже проще. А не ЖИВОТ! ЖИВОТ! Сразу напрягается здесь. ЖИВОТ! ЖИВОТ! Более ЖИИТ! 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 И как будто... ЖИВОТ! Как будто бы на выдохе, в обортае, и ЖИИТ по твоему телу. Вот, делайте так. ЖИВОТ! И как будто найдет весел. Почупь то ли мурашки. Почупь то ли мурашки. Прямо лук начинает двигаться. Холод, тепло, холод, тепло. Начинается движение. ЖИВОТ! И кем в моем теле. И кем случаются те органы, которые... Должно восстановиться. Во имя Итуда Христа прямо сейчас исцеляется кость. Выравнивается кость. Исцеляется сосуд, орган. Ну, все, что вам надо. Более всего, исцеляются глаза, дыхание. Вирус. Растворяется вирус. Сжигается и уходит. Он рассыпается. Легкие очищаются. Инфекция уходит. Кожа очищается. Омолаживается кожа. Морщины раздавляют. Целлюлит исчезает. Лишь те вверх начинают выходить. Обмен веществ удаляется. Обмен веществ меняется. Моё тело начинает менять сам вещество. Задайте программу, координаты работы вашего тела. Напомню, в бытие 1.25, в вашей написано, и в господствуются две землёй. Наследие мяса. То есть из чего состоит своё тело. Тело всего лишь набор аминокислот. Это механизм. Это кальтюм, который тебе надо подчинить. Бог тебе отдал силу и власть. Чинить костюм. Как свой, так и чужой. Амин. Поэтому задай координаты, задай программу. Помните, Иисус всегда в этой форме сказал «Ицели, выровняйся, в тайны ходи». Он кому говорил? Телу говорил. Он телу говорил. Вот мы сейчас будем, там, о тишине говорить, и там Пётр сказал в Табистии. Он написано, он там на колене поболился, а потом обратился к телу. Так и написано, обратился к телу. Он даже не в Тавифе обратился, и не к Богу обратился, а к телу. И говорит, телу, а тебе говорю, встань. Понимаете, к телу обратился. Это важный принцип. Действие силы Божьей, как управленчество, как администратор Духа. Я говорю, что начинайте проявлять власть Духа. Сначала внутри твоего тела, потом в твоей семье. Потом... И чем дальше, как вас уже вера будет, как вас понесёт, можете над городом, над страной. Как генерал веры. Я генерал. Сейчас от твоего решения зависит хоть события. Даже так. Аминь, аминь, аминь. Не донесенивайте себя. Не донесенивайте Бога внутри тебя. Одно слово одного праведника может решить ситуацию в войне. Ситуацию. Помните, в Якова 5 главе, по-моему, в 19-ом тихе, нет, 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 16-17, да, 18-17 написано, или, а будет такой же, как мы. Он сказал, дойдем быть, он быть. Когда-нибудь быть, быть. Мы такие. Написано, молитва праведного имеет силу. Силу влиять. Помните? Кому? Это он сказал, дождь, иди. Тихие сказал. Помните, Иисус сказал кому? Ветер. Ветер, ну тихь. Отчего состоит ветер? Из множества мельчайших частиц, которые переходят из-за ноги, это дается давление. На вдаление воздуха, направляют потоки воздуха через перепад давления. А это чего-то из колеса, этим молекул. Он повелел молекулам перед троицей. Молекулам перед троицей. Понимаете? Он повелел море утихну. Из чего море состоит? Из атома, молекул, из кланта друга. Кланта друга. Из чего состоит? Он повелел, когда утихнет. Понимаете? И так же наши кости, наши органы. Они всего лишь, они исполнители, они подчинители, они работают по программе, которая им додает. Задавай программу. То, что вяжешь на земле, будет вязано на небе. Аминь. Жизнь Божья течет в останавливаемой части тела. Спасибо Господь, благодарю тебя, что сейчас происходит инцеление. Я благодарю тебя, прямо сейчас меняется. Я могу это делать. Я это практикую, друзья. И ясно живу в этом случае. Есть вещи, которые быстро победите, а есть вещи, которые не сразу победы придут. Знаете почему? У вас душевная связь со слабостью перед этой болезнью. Вы привыкли видеть себя. Вы привыкли ходить в очках, что ваше изнутрение слабое. И когда вы в танике против этого врага, он для вас будет как Голиаф. Но вы можете победить Голиафа вашей неоттутностью, вашей верой. Горбаем? Нужно гломаться. Взять, что ты всю жизнь болел. Ты всю жизнь аллергетика. Ой, пришел Алгус. Ай, этот Алгус. Я хочу от вести оброти. И тут же ждешь, считаешь по времени. И ты говоришь, а все, понеслось. Я просто знаю, я иногда прыгал. И у меня были такие случаи, когда кости ломали, я практиковал веру, за ночь зарастало все. Просто исчезало все. Помню, два ребра промал, но мне помогло неделю. Два ребра, трослость, на неделю. Я пошел работать, кувалтой. А мне говорят, два месяца будешь лежать. Ну, так куда-то. Два месяца. Неделя еще. Слава Богу. Я пошел проверил, у меня кости целые, строкли. Активируется процесс регенерации. Даже врачи признали, что человек в разно-вотимичном состоянии активирует так называемую макрофаги, которая поглощает вирусы и бактерии. Разно. А у нас есть вера, когда это оптимизм. Оппор на деле. Я ицелен. Аллилуйя. Вот так. Преправляйте эмоции. Не так, что там, 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 ицелись, и платишь уже там. Ты выбирай, или ты платишь, или ты радуешься. Аминь. Одно. Будьте напористыми, берите власть. И пользуйте принципы. Обходите ваши, вот эти, извилинные блокировки. Как же я могу там до тебя помолить? Трах. Трах мешает. Трах мешает самому институту. Станьте перед геркуем. Притамьте тебе, что перед вами человек очень похожий на вас. Скажите вы, эй, мужчина или женщина, я вижу, что-то захворачивает. У меня есть для вас решение. Кто-то вам не сильнее, чем болеть, которая атаковала. Сейчас вы не целите. Вы верите в это? Конечно. Тебе отражение кивает. Верите. Принимай целину. Я так и пользуюсь, я говорю, по имени и туда Христа, власть и ты на Божьем, и оповедовать тебе, он не целится. Я беру власть на этой болезни, имени его не скажу, и глядь брось. Жив, боже, девчонок, въехал. И я тут жарко, чуть-чуть в отражение. И исцелялся там. Но не верите. Я вам рекомендую, как только вы чувствуете какие-то симптомы, только образвлекаете себя, тут же выступайте, не пускайте. Пока у вас не образовалась в радуме связь болезни. Потому что когда человек уже 10 минут, 5 минут, 20, 30 день, у него появляется уже область в магии о больной. Пока не образовалась эта связь с болезнью, изгоняйте дух болезни. Изгоняйте, не давайте ему, чтобы он приземлился внутри вас. Зачастую людям, люди уже оккупированы, только по одной причине, они сами пропустили их. У нас здесь четверг, написано, подними четверг и угостить три лука. Подними четверг, не позволь дьяволу атаковать тебя, болезнь. Не говори о поражении никогда. Никогда не говори о поражении. Всегда говори о победе. Пусть у тебя будет мышление победителя. Мышление оппозиции. Я не соглашаю. Я не раб болезни, не уча. Есть короткие поведания. Вот особенно, я имею власть на болезни. Я выше болезни, я выше немощи. Я выше сил сатаны. Когда я им говорю, они уходят. Потому что я ребенок Божий. Во мне пребывает сила самого Бога. Делайте эти короткие поведения, периодически. И ты действуйте согласно вот этим возбуждениям веры. От этого. И мой следующий пункт. Никогда не возвращайте умышление больного. Это очень распространенное явление. После молитвы исцеления люди к ним подходят и начинают просить молитвы из-за исцеления. Ну в том плане они начинают повторять вот знаете, ну я понимаю, что иногда этим добавить надо. Но часто я называл по словам знаний кем-то, приходят и говорят кем-то, а я только что говорил вас. Где вы, чтобы прохлопали что-ли ушами, пойму. Вы что, вы были на дальней планете, на третьей планете были ли что, тайны исследованы. Где вы были? В Большом театре? Как корабли. Клово, агнание вышло бы с этого. Будьте внимательны. А мне приходят люди, а помолитесь, у меня нет, но я забудь не молитвы. Во имя Туды стоит и исцеляется левое ухо. Я слушал Бога говорит левое ухо. И мне подключили, помолитесь на мой левый ухо. А где вы были? Я просто что говорил вам о этом. Проверьте, говорю. Оказывается, люди были из-за линии. Таких много случаев, что я проверьте, и я молю, ой, не болит, оказывается. Конечно, не болит. Но люди живут мышление прошлого. И когда вы слушаете, каждый раз, когда вы говорите, боление выкинуло, не возвращайтесь опять к тому, от чего вы ушли. Не возвращайтесь, правда. Вы можете, там, там, если чувствуете симптомы, а ревую, я выдоравливаю. Болеть, рассыпывать. Она уже не векла, а ревую, я выдоравливаю, процент моего стреляя. Все. Я не больной, я выдоравливаю. А ревую. И вообще я ей целен. Давай до конца выходи. До конца. До конца. До конца. До конца. Добавляй жизнь. До конца. Вот так. Но не возвращай тебя к тому, от чего ты начал. Не возвращай тебя в первичное состояние. Это именно и дает дьяволу опять войти. Опять духом немощи войти в тебя. Мышление больного. Были такие случаи, когда, я помню, один из таких, таких серьезных моментов. я помолился за женщину, она в инвалидной калятке ходила, через неделю она опять от нее села. Я спрашиваю, почему ты села в калятку? Она говорит, так как же мне врачи сказали, что я не могу ходить. Так ты неделю ходила. Они говорят, а врачи сказали, нигде ходить. Ты не можешь ходить. Понимаете? Ты, ну, она не ходила. И замышления. И духи ложных симптомов, это один из подразделений демонического отряда, которые возвращаются, которые делают иллюзию состоянием боли. Они делают эти иллюзии. На самом деле, человек здоров уже. Был случай, когда у женщины во время молитвы исчезла металлическая, ну, это, держит, который скреплял кости. Он исчез. Проверял они это, полностью нога дорога. Через на следующий день ее нога сжала, как будто те же не есть. Так у него же нет, значит, он нет, нет, нету. Так она как не работает? Это же духожные симптомы, выйдем об этом. Как только я рассказала, три раза руки она полностью размякла и начала работать идеально. А знаете, почему? Я и прашиваю духа святого, и мне Господь показал одну важную вещь. Когда человек находится в определенном времени состоянии болезни, у него создается область ума, вердыня, которая связана с этим болезнением. В этой области ума сохраняются чувства, эмоции, симптомы, сохраняется память о боли. Все это сохраняется. И когда человек получает исцеление, тема меняется. Область ума продолжает жить. Она еще существует. И почему важно после молитвы исцеления не подращаться в мышление больного, а восьмой пункт пребывать в слове Божьем. Исповедовать, я здоров, я исцелен, я освобожден, тогда, а если даже почувствовать, то пошел он. Я здоров, что ты хочешь от меня? Аминь. Ты не обманешь меня. Аминь. Я рабочая, живый дух, мне вообще болезнь. Воиня изтуда, говорит так, изгоняю. Дух вольные боли, вы него. И я, ну, видел подтверждение это много раз. Так вот, эта область ума существует. И дьявол ее использует. И оттуда будут приходить импульсы телу к так называемой системе самосохранения. Вот я вам приведу пример. Если человек получил травму ноги, к примеру, или там, перекос, или артрит, или что угодно там, боль колена, тело приспосабливается, и оно распределяет нагрузки на тело. То есть, она убирает нагрузку на ногу и переключает на ногу на другую. То есть, человек хромать начинает. То есть, чтобы нагрузка сняла. Во время того, когда человек получает исцеление, человек продолжает хромать. Программа еще работает. Что нужно делать? Прыщить на этой ноге. Прыгать на этой ноге. Приседать. Нет, почему он говорил, делай то, что не мог делать, карточек. Делай, двигай. Должен прийти в технолог, что все, не надо, сама сохранять. Не надо. Но часто люди через вот это неправильное продание продолжают думать, что они больны, и дьявол это использует, и входит уже обманных путем, и продерживает этой люди, что человек больной. Еще один пример. Еще одна причина. Человек получил исцеление, ходит в дорогу, все нормально, через некоторое время возвращается симптом. Что делается тогда? Эта область ума продолжает существовать, жизнь, она чуть-чуть спрятала. Он ее опять поднимается вверх, и опять начинают проявляться эти чувства интимных комасохранения, все тело, мышечный корсет, получает команду, сжаться, сохранить, сжимы. Вы поняли? Шея нельзя поворачивать, сжимаются, мышцы, получают команду, они сжимаются, чтобы сохранить кое. Вот я вам приведу пример. В позвоночнике. В позвоночнике есть мышечный корсет, который, он в определенный момент он сжимается, делается отверток и иногда размикает. Вот, допустим, когда вы хотите поднять что-то тяжелое, то в этот момент мышечный корсет сжимает, укрепляет позвоночный стоп, чтобы он не рассыпался, подтянутся. И человек поднимает, мышечный корсет. А потом расслабляется, он расслабляется и расходится. То есть самое, как подтягиваться, ты хочешь, чтобы, знаете, похрустело там, вытянуться, но на самом деле это не происходит, потому что, когда ты ведет тела, мышечный корсет, это обороны сжимаются. И человек, когда, ну, сжатое состояние, это команда, и диалоги и пользы, человек думает, что он больной, изгоняет духу нужной боли. И когда ты начинаешь правоглашать, держись в повидании неугленно, говоришь, что ты здоров, через это разрушится область ума, память о боли исчезнет. Память о симптоме исчезнет, через новое создание новой области. Я здоров, я прекрасен, я хорошо тебя чувствую, у меня хорошее давление, и так далее, когда... Аминь. Это пребывать в Боге. Есть следующий момент. Один из шагов формирования основания исцеления. Я уже говорил о том, что каждое действие, каждая мысль, оно имеет свой план, свой проект. И поскольку мы говорили о махте вере, уверенности видим, то происходит соединение двух плоскостей измерения. Измерение настоящего, измерение будущего. То есть настоящим ты чувствующим дом, в будущем ты уже исцелился. Но для того, чтобы этот мост совершился и существовал, у тебя должно быть основание, подпорка этого моста, к которому ты будешь идти. Это последовательно мысли. Потому что, я как сказал, человек, воящимся мыслями, он не твёрт, как волна, она идёт, 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 потом бах, остановилась, всё возвращается. Так же происходит духовное теление. Тут начинается движение идти, движение мыслей вверх, имейте тень, силу, сила Божьей, и вдруг мысль прекращается, останавливается и возвращается, имейте тень, силу, возвращается назад. Ничего не происходит. Вы понимаете, что я говорю сейчас? Все притихли. Я понял. Основание, шаги, это шаг за шагом, шаг за шагом, как вы сказали? Когда ты служишь исцелением, внутри тебя будет создаваться оппозиция, оппозиция, которая создана из старых, твоих старого мышления и плюс сатана, который может использовать твою религиозную, раньше мысли, или твоё мышление несостоятельности, или твоё мышление слабости, всё, что угодно, оппозиции, чтобы ты не имел концентрацию, сосредоточенность на конечной точке. И поэтому и у меня рекомендация вам один из очагов укрепления, утверждения, чтобы иметь связь с конечным результатом и идти вперёд. Даже когда ты подборачиваешь руки, держи, и целяешься, у тебя связь с конечным результатом. И внутри тебя начинает оппозиция, ты не, 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 это так, это так, это так. Поэтому первое, слово Божье для победы. Когда ты начинаешь подборачивать руки на людей, и у тебя происходят мысли, а где у меня уверенность, что произойдёт? Библия говорит, воодужит руки на больных, выдры, гарант. Всё, держи это в голове, выдры, выдры, это гарант. Библия гарант, Бог гарант твоего слова. Это инструкция, правила действия, буду делать так, как я на Петрове, я не ошибусь. Второй момент. Глаза Иисуса, любовь Бога. Бог любит меня, Бог любит его. Бог возлюбил нас только, что отдал твоего сына, чтобы через него, через сына, пришли все богоцеления. И в мою жизнь, и в жизни возглав. Поэтому Бог любит его, и потому что он любит, и целение произойдёт. Даже если он сам был последний грешник. А он его всё равно любит. Это очень важно, потому что сознание человека может произойти фильтра, ой, это грешник, его Бог не исцелит. Вы поняли? Это аппозиция, где-то дьяволу пользуется. Бог его любит и исцелит. А Бог и пользует меня, конечно, он меня тоже любит. И поэтому через меня произойдёт чудо. Третий момент. твой статус во Христе. Я новое творение. Я создал для того, чтобы это произошло. Я человек нему. Я человек нему. Я пришёл, и у меня есть функция исцелять. Аминь. Это твоё избрание. Четвёртый пункт. Дух Святой всегда во мне. Он всегда готов исцелять. Он всегда готов проявляться. Где бы я ни находился, и с кем бы я ни находился. Дух Святой, Его сила всегда предоставлена мне, чтобы совершать деятельность. Пятый пункт. Помазание. Помазание Христа возле меня. Это не помазание моё. Это помазание Его. Оно во мне, оно работает. Оно испускает измученных на свободу. Помазание – это избрание. Избрание будет тем, для чего это происходит. Я избран для этого. Я ребёнок Божий. Шестой пункт. Безграничная сила Божья во мне. Безмерное величие Бога во мне. Во мне Дух Святой и Его безграничная сила. Часто люди задают вопрос. Достаточно ли силы для того, чтобы решить эти ситуации? В этом голове будут возникать это позиции, которые могут остановить твою веру. А ты говоришь, о, какое великое безграничное могущество во мне всё продаёт. Силы Божьего мне достаточно, чтобы этот решил, чтобы он это решил. Седьмой пункт. Имя Исуса – меч. Меч. Я не знаю, что как, но я знаю, когда я говорю имя Исуса, всё подчиняйте ему. Может быть, болезня он будет думать, подчиниться ему или нет, но имени Исуса он точно подчинится. Правильно? Имя Исуса. И ценить имя Исуса, имя Исуса. О, это шли, это происходит сейчас. Восьмой пункт. Вера в Бога. Вера в Бога. Вера как у Тома Бога. Марк 11, 23 написано. Имейте веру в Божию. Имейте веру Тома Бога. Осознание, кто ты и что ты говоришь. И что произойдёт потом. Неутомнительно. Глубинив в сердце говори клавомерно. Двигай, говори, словами, говори, слово, слово двигай, слово моделируй. Это есть принцип веры Бога. Бог задумал и сказал, это произошло. Мы задумали, согласно Воле Божию, сказали, это произошло. Дух Святой наполняет твои слова энергией действия. Скажи, Галейте, скажи, это вера Бога. Девятый пункт. Река Жизнь у тебя. Дух, который течёт тебя. Когда ты берёшь дар у человека и тебя ЖИВ течёт. ЖИВ. Практикуйте это часто. Удохновейтесь, что это внутри вам. Практикуйте друг к другу. Ну, давайте так. Я вам покажу такой короткий пример. У кого есть симптом боли? Ну, боли. Борис. У меня. Идите сюда. Вы уже исцелились. Ну, да. Аминь. Я и знал вам уже всех. Весцелково-практиковский. Бесцелково-бесцелково. Хорошо. Хорошо. Борис, друзья. Придорите тебе, что это бутылка. Вот. Сосуды. Джакушка. Хорошо. Это бутылка. Это человек. Это количество жизни. Это отсутствие жизни. Это болезнь. А это здоровая часть тела. А это больная часть тела. Написано в Иоанна 7-го вата. И потекут из вас реки воды живой. А в Иоанна 4-6 написано. И не будете жаждать. То есть вода восполнит жаждую. То есть заполнит. Заполнит. Сосуд. И вот. На самом деле. Идите к людям. Вы можете сами себя наполнять этим. Ну. Жить. И наполнять. Написано в Иоанна, что она может даже переливаться. Идва потекут. То есть потекут в чём-то. Это происходит принцип переливания. И перелив. И перелив. Понимаете? Ты. И перелив. И происходит переливание жизни. Оно может произойти сразу. Всё зависит от вашей веры. От того, как вы. Если вы много практикуете. У вас будет большой объём жизни вытекать из вас. Но даже если по чуть-чуть, то она будет все равно наполнять. Поэтому есть решение. В один раз. Многоаккуратного повторения. Но это значит, что происходит вливание. Переливание. И происходит наполнение. Боль, немощь. Происходит только по причине того, что есть идля. Что в данной части тела отсутствует жить гармония. Когда выходит 3 килограмма живой. Это же Дух Святой течёт из вас. Он заполняет и меняет структуру тела. И заполняет эти все идяги. Амэр. Как это происходит? Это вы будете практиковать. У нас просто сейчас. Если бы у нас был семинар не на 3, а на 4. Мы бы это делали. Ну. Я вам просто показываю. Берёте человека. Друг друга. Да. Это хорошо вот так. Это тоже правильно. Когда вы молитесь за людей, не вставайте вот так, а вставайте вот так чуть-чуть. Опорная нога. Знаете почему? Осланять их на жопу. Осланять их. Падайте. Падайте. А если мы выйдем так, палайте? Метер не уходите. Это важно. Люди могут палать. Сила Божия может двигаться, люди палят. Поэтому вставьте вставьте. Это достаточно приём уже. Ну. Как в той. Ты понял? Опорная нога. После этого, когда вы берёте чуть-чуть давным, происходит контакт, заединиться. И после этого вы, ну, то, что мы говорили, то-то, 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 и потом вы приходите до момента жить. Отец, я благодарю тебя за то, что ты приготовил целение для неё. Я благодарю тебе, как вот, что это уже модель существует в них, потому что Дух Святой излился в неё. И я благодарю тебе, как вот, на то живое слово, в котором вы находитесь, где это возможно. Прямо сейчас во имя Итута Хреста, я вас побождаю жить. Жить, Божий, веки. Жить, Божий, веки. Туча тела, где дети и зиялы. Жить, Божий. Расслабьтесь. И переливайтесь. Во имя Итута Хреста, уходит больно. Исцеляется нога, исцеляется тело. Глагореживая истлю, прямо сейчас. Сотредотачивайтесь на жизни, которая течёт из вас. Откиньте всё, выкиньте всё. Всё. Есть тут вы и Бог, и жизнь, которая течёт из вас. Спасибо, как вы можете хвалить Бога, слава тебе. Благодаря любви нас. Налёк улыбку. Спасибо, как вы можете, что ты истеляешь. Аля, Володь, что вы сейчас почувствовали? Во-первых, я почувствовала прилив и тепло. И я почувствовала циркуляцию этого в моём теле. Слава Богу. Слава Богу. Вот для этого мы проверяем, кто что болел. Кто болел. Я видел, что она хорошо срамала. Аля. Аля. Это очень сильное, мощное действие. И вы должны знать об этом действие. Вы должны так позволять этому действие. Практикуйте друг друга. Берите их просто, какие-то тридоточки на боксе. Надейте силы, на жизнь, на короче всё. Как будто вы шарик надуваете. Только нет. И вот так. Вам не надо никого это. Дубь. Дубь. Чесноком. Я говорю, не надо исходять. Чесноком вам первого. Не надо так, просто. Но вы должны понимать, дело даже не в этом, а ваше вера. Ваше снять богу. Написано, потекут реки в этом буквально. И духа текут реки в этом живой. Вы когда-нибудь видели, дорогие, как течёт от них. Из невидимой сферы в видимую сферу течёт. Так же происходит и невидимая сфера. И старт по блоге. Я вам говорю, в Откровении 12 главе, вернее, 22 глава, по-моему, да. Первый текст там написано. Я вижу реку жизни, которая течёт от крестового. В ней функции исцелять. Жизнь куда-то течёт. И старт по исцелению. Где нужно? На небесах не нужно исцеление. Она куда-то течёт. Где-то она течёт и собирается, аккумулирует. Куда? Она в нас дух течёт. И аккумулирует, и через нас это течёт дальше. Если мы позволяем крутить так. А мы? Это как рубильник, который ты включаешь, и свет начинает гореть. Ответ подаётся постоянно. Тебе постоянно это. Тебе нужно просто отдавать. И ты будешь сам наполняться. Ты будешь сам уделяем. Это же может быть рукой говорить так и там. Течёт. Жизнь течёт. Но интересно, что когда вы уйдут друг друга, вы будете спрашивать как-то, если вы почувствуете, как она по рукам может двигаться на вас, как тело человека, и люди получают исцеление. Но держите, чтобы будут упасть. Держите. Не надо упасть. Но. Но если уже сильно кто хочет, кто будет упасть. Вы знаете. Но есть религия падения. Люди падают. Я помню в одной церкви приехал, проповедовал, говорю, хорошо, я буду молиться за вас. Выходите. И человек выходит, и вдруг этот побегает, и матрасики начинают. И я говорю, зачем вы? А вы так принято. А как? Ну падает. Они уже принято, как-то упасть. Надо упасть. Я говорю, не надо вам падать. Ну, стойте лучше, получайте исцеление. Ну, если уже сила, может, косила вас, ну падайте уже, хорошо. Алиуи, хорошо. Идем дальше. Мы говорили, это отражение. Это инструмент, который вам вы должны встать. Вы должны это использовать. Десятый стих. Слава Божья. Слава Отца на тебе. Второй Коринфянам 3,18 написано, чтобы изнутри зеркала, видимо, отражение славою. Ты внутри славы. Слава – это творческая лаборатория. Это сфера духа. Это сфера, это мощно-концентрированная материя, в которой, это как будто, как вам объяснить, как будто часть небес есть. Как будто вы покрыты сферой неба. Вот вокруг вас образуется круг неба. Сферкидейственное параллельное мир, измерение. Как угодно называть, но в этот момент вокруг вас начинает проявляться сферкидейственное измерение. Как будто вы вошли за пределы этого мира. В этом мире работают физические законы. А вокруг вас создается определенная сфера, где физические законы перестают работать. Работают законы неба. Не одна женщина, это свидетельство, она видела, она видит духовный мир. Она говорит, что в тот момент, когда ко мне люди уходят, я говорю, в дарке, вокруг меня появляется сфера. Вот так, сфера, такая полупрозрачная сфера, там молния. Вот такие движения, как молния. Потом, когда люди такие, начинают законы, другие работают. Это слава Божья. И после этого, когда выраешь, сфера уходит из этой сферы зеленой. Вы поняли? Это принцип. Это вокруг каждого, это только меня. Это вокруг каждого человека, ну, в границе. И один это будет ангелы. Ангелы души. Дело в том, что нам служат ангелы. Об этом Библия говорит, что ангелы, это служебные духи. Так и напишем? так, сейчас найдем. Евреям, да? Евреям 1,14. Напитано, Абакевы, не все ли они служебные духи? Служба, не сущие службы. Духи, посылаемые на служение Для тех, которые имеют наследовать спасение Мы наследники, мы цены Бога Это как слуги, это как свита, которая дается наследнику Чтобы они совершали, вместе с ним кто-то действует И я скажу вам, друзья, что однозначно вокруг есть ангелы у вас И они могут умножаться в количестве вокруг вас В зависимости от вашего рода деятельности Если вы приняли решение жить верой, как ученик Иисуса Практиковать исцеление, много, появляется необходимость больше служить Чтобы служение вам было, ну, ваше служение было более эффективно Вы начинаете молиться не только за одного человека За себя в зеркале, понимаете? Вы уже выходите, вы начинаете молиться за других За улицей, на станок, перед залом И к вам начинается притяжение ангелов И ангелы для осуществления слова Потому что Бог ревнуется своим словом, чтобы его слово не помнилось То для того, чтобы слово не помнилось, дается ангелам прийти больше, чтобы осуществить больше людей, больше ангелов Больше служения И вокруг тебя начинают ходить постоянные ангелы Их количество увеличивается Из-за твоей практики действия Но если ты переключаешь действия, ангелы начинают отходить от тебя Но тобой всегда остается несколько ангелов Ангел, который защитник, который хранит тебя, защищает Потом ангелу откровения, который он дает тебе по тайной музыке И, ну, что еще там Так, так, так Ну, ладно, тоже не важно Но если ты служишь ангелу исцеления, ангелу чистотворения Ангел, ангел воин, ангел освободитель Их мужчин множество будет Если ты гоняешь бесов постоянно Вокруг тебя армия ангелов ходит Когда ты говоришь, по имени, откуда ли ты А выходи из них Ангелы с мечами устреляются И вытягивают бесов из людей Понимаете? И чем это зависит от твоей практики служения Если ты просто похидельщик в церкви То в твоей жизни никаких движений отодушек не будет Даже если ты будешь периодически, там, раз-два-два на кого-то молиться Но если ты будешь постоянно это делать Ты создашь притяжение И ангелы могут к тобой ходить постоянно А есть ангелы, которые будут приходить к тебе во время твоей необходимости служения Например, вот я пришел перед вами служить И сейчас количество ангелов намного усиливает И количество ангелов усиливает с начала Когда я только начал вести сегодняшний семинар Я почувствовал изменение атмосферы Как головы стало больше, 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 больше Чем больше мы укреплялись, утверждали И сейчас их большое количество А вы это чувствуете Вы чувствуете, как движение энергии тут изменилось Как жар, как что-то происходит Такое движение, помазание, это движение ангелов Их стало больше во время окружения А мы, и они ходят, и люди, которые переживают Впитывают, впитывают, впитывают Они к ним подходят и действуют в служение А есть, конечно, эти, как это? А кто тут приезжает? Я помню, проводил служение семинар Вот где-то, ну, в стране, которая нас очень сильно любит И это, где-то, в Сибири И семинар, люди И я смотрю, доходит такой мужичок Ноготок Мужичок с бородой такой Ну, в лаптях Ну, вообще, интересно, не ведут И я думаю, он зашел, сел, сидит там И я продолжаю семинар И там им молю периодически И говорю, проповедую И потом, хорошо, друзья, какие вопросы И этот мужичок поднимает руку И говорит, а что у вас тут происходит? А что тут такое вообще? А я говорю, ну, как все происходит? Ну, теминар веры, практика Он говорит, а вы знаете, я пришел У меня мультивная болела нога У меня там что-то там было Или перелом идет И целилась У меня не болит она Что тут происходит? Что вы такие? Понимаете? А потом моя мультивная Он пришел, откуда-то и тайги вышел там Найги вышел там Ну, я не знаю, как его Бог привел Или не знаю Как он появился вообще? Я прошу Кто-то приглашали Он говорит, да никто его не приглашал Куда он взял? Ну, как? Да Получилось-то лень Потом он против кого? Когда мы с папаром Он уже такой молился на людей Уже такой О-о-о Такой видел Ну, он верующий, я так понял И таких Тара-тера верных Вот так вот, да Аллилуйя Хорошо Поэтому мы говорим Что ангелы служебные духи И будьте уверены Если вы начнете служение людям Служения К вам будут добавляться ангелы Я вам скажу честно Вместе с ангелами служения Придут ангелы в поможение Ангелы в поможение Это ангелы в исключении Которые будут заботиться о том Чтобы у тебя Карманчики что-то было Я вижу в моей жизни это сегодня Чтобы я служил Чтобы я не отвлекался Никакие вещи другие Я занялся однажды недавно бизнесом Ну, просто машины там Покупал, перепродавал В некоторое время Мне было интересно Он бы сказал Ну что, хватит играть Ну, я играл сейчас в машинке Хватит Да и не делай А я странно говорил Конечно, Бог просил А зачем ты это делаешь? Ну, а я думаю Ну, какой мотив у меня? Ну, заработать денег Конечно, все А Он говорит Посчитай, сколько приходит тебе Сын на хуй через служение Про, ну, так, и души И сколько ты заработал на машине И я смотрю И я считаю, что вообще Про ту машинку поиграл Понимаешь? И поэтому Бог говорит Тебя хотелось поиграться? Поиграться Оттали-то Да и не делай Это ангелы в поможении Обеспечении Они будут ходить вместе с вами Они будут делать так Что ваше будет обеспечение во всём Сначала будет сложно Сначала будет сложно Это принцип веры Когда говорят А я знаю Мой Бог верит Бог на эту песню Появляется чувство связи Востребованности Востребованность Ты становишься востребованным Понимаете? Ну, вот Давайте Давайте Вы же Вы же Другие христиане Правильно Вот так Вы подходите И иногда Мне деньги даёте Я что, попросил это делать? Или я вас упрашиваю нигде? Вы имеете Не побуждение Посеять Вы знаете Твоего Божья Что сеющий с почвы пожинают Вы Сеете в это Помадание Но вам же никто Это Бог говорит В вашем сердце Это делает А Бог вам отдаёт А он не приходит И Бог говорит Я табочусь Я помню У меня был такой случай Когда я У меня было реально Мне надо было Дух Мне надо было Походить А у меня не было Финалов Ну, сумма определённая Походить по электроэнергии И я думаю Ну, что ж Ну, где жизнь взять? Ну, сделал Господи 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 Я принимаю эту сумму Я беру эту сумму Я то-то только И потом И Бог говорит Давай иди в больницу Иди в больницу А там меня там Попросили прийти И я пришёл Молиться А я даю это в руки Бог, я не буду думать об этом Всё И начинаю молиться за людей Да, зашёл там Молился за человека Который меня Попросили там И я помолился за ним Помолился за За всю палату За другие палаты И одна женщина Говорит Батюшка, можно вас? А я такой Ну Батюшка Хорошо Батюшка Ладно Я говорю Ну Я верю Не надо Батюшка Не важно Батюшка Я хочу Вам на храм дать На храм На храм На храм На храм Я говорю Не надо Вы что Не надо Бери На храм Как раз Твой храм бери На храм На храм На храм На храм И он мне сказал Бери И я такой Помолился Да Он говорит Я вам дам ей А ты бери И когда я взял У меня в руках Ровно Только та сумма Которую Мне надо было Погасить И я вам говорю Так решился Множко вопросов Бог обеспечит Я помню Однажды я служил В этой церкви Болгарии Большая церковь Пастор такой щедрый Ну Он такой Ну И я там Боживо молился Там исцеление было То-то-то-то Ну И я такой Бог Знаешь что меня Он будет оставить Знаешь я такой Иногда В душевые мысли приходили И я потом Подчинял Богу Я не буду смотреть Это Не надо Бог я смотрю от тебя Бог я верю тебе И в конце служения Пастор Брав Спасибо Будь благословен Спасибо Ну Я такой Большая церковь И я такой Ну Пьё Аллилуйя Плавай Суду Христу Отец Я верю твоему слову Я верю Супер Все хорошо И однажды твое слово Говорит что ты Трудящий сейчас Основник своего пропитания Что У молочащего волос Никогда не загранят хрустан И я покажу тебе Что ты знаешь Как это делать И только я сказал Сижу Аллилуйя Поют Вдруг Тучат мне В окно В машине Сел И брат С таким конвертом Толк И говорит Брат Мы тут Лидера Церкви Мы так Послужил Ты нас Показал Мы так Нам Бог Вы живете Это Бог И они Открывают Боже Ангелы Ангелы Мудрости Ангелы Пророчества А Все Хорошо Как Удержать Отцеление Друзья Забудьте Живим В досписи Бога Там все написано Как Стоять В этом Луки 11.21 Держать В руках оружие 1 кор. 6.17 Быть Всегда Соединенным с Богом Видеть Себя Исцеленным Иисповедовать Свободу Евреям 10.23 2 кор. 3.17 18 Удалить От Негативного Иисповедания Якова 3.2 Не Позволяй Эмоциям Быть Не Позволяй Негативным Эмоциям Паразитируй Твоей Душе Дети Негативные Эмоции Негативные Эмоции Глуши Удаляй Прича 4.28 4.28 Каковы мысли Души Человека Таковы Помните Об этом Держи Позитивные Эмоции Всегда И Не Возвращайте Греху Не Возвращайте Греху Гаватам 5.21 Не И И И И Иоанна 5.14 Не Греши Чтобы Хуже Исполняйся Духом Святым И И И И И И Прибывай Битва И И Как Стоять В Битва И Битва И Битва Готов Решительно Будь Готов Подготовь Тебя К Решительности Что ты повидишь Подготовь себя К этому Это Дисциплина Подготовь себя Что ты будешь сражаться до конца Подготовь Поговори Сам собой Скажи Эй друг Тебе Бог дал Уцеление Возьмись И Действуй до конца Люди часто Станавливаются Договори Сам собой Что ты будешь идти до конца Решим Готово Напиши в список нужд Которые тебе нужно решить Списки нужда Списки болезни Напиши � Выпиши Перед собой Тетрадту Потом ты будешь ставить галочки Это исчезло Это исчезло Вы поняли Некоторые болезни сразу не будут исчезать А некоторые будем быстро исчезать Став于 список В немощи Потом ставишь галочки Это исчезло Вы поняли Когда ты прошел в список А опять Прошел в список Что ты вычеркнулась что-то вытекло, опять, до тех пор, какая в безписок не перечеркнутая изменить свои отношения к своему телу влюбить в него, полюби его это тело, храм Бога, Он дал на него, полюби свое тело это тоже реально, ну, из-за этого, ну, эти слова, негативные слова ой, что-то ты такой, и такой, или такая, но это женщина больше мужчина, как бы, не от обла, а он женщина, и традает этим живая, не так, что передерпал, о-о-о-о а ты говоришь, ну, какой прекрасный человек иметь связь с телом, любовь, душевный связь с телом, полюби твое тело корпуса с телом большого говоря следую часть разогрей себе к бери что чудеса реальны разогрей себе разогреваем себя к бери кто в верх เชельце реальны Как разогревать вере? Чтение слова, тайна комнаты, смотри в нее, где происходят чудеса. Слушай свидетельства людей. Откидывай там, где не получилось. Слушай тех, у кого пролучилось, не слушай тех, у кого не получилось. Не будь заложником их веры, тех, у кого не получилось. Это относится и к людям, и к постарам. Повторяй, которые об этом проповедуют. Ицеление не важно, не нужно, не работает, не происходит и так далее. Держись подальше. Или заткни уши. Вот так вот. Ну так и надо делать, наверное. Но не слушай. Пусть в твоем формате будет только вера, убеждение. И это результат есть. Дальше. Проследить связь болений. Проследить связь тела душой и мышления. Проследить связь. Проследить связь. Например, я часто нервничаю. Или я часто обижаю. И я так реагирую. Или я критикую, обсуждаю. Или я гневую, или я выдержаю. Вы поняли. И я так или я так говорю сейчас. Свои слова. Ну, со стороны. Если вы не понимаете, включите диктофон. И прослушайте себя со стороны, что вы говорите. Часто эти слова происходят в разговоре с собеседником. Это самая любимая тема. Особенно у бабушек. Рассказывают, что у них болит. Да. Это из-за того, что ты исповедуешь болеть и болеть будешь. Это тоже связь. Проследить за связь. Я исповедую болеть. Проследить за связь. Непрощение, обида. Ой, у меня столько список на полтетра. Обида, непрощение, отверженность, депрессия, уныние, злоба, раздражение, страх, жадность. Жадность, зависимость, горечь, лень, апатия, пухость, пассивность. Слова соперничать, контроль, беспокойство, нервозность, чувство неводержанности, мысли от смерти, слова поражения, бредливость, рассеянность. Я просто выписал за тебя. Кому я не знаю, я не знаю. Хорошо, дальше действовать. Покаяние. После того, когда ты обнаружил связь. Покаяние. Покаяние – это шаг на 180 градусов. Отец, прости меня, что я это делал. Я раскаиваю то, что я делал, и я отрекаюсь от того, что я делал. Исповедание веры. Цитируй места писания, цитаты, цитаты. Возьми места писания, цитаты. Используй. Они вдохновляют веру и создают правильный фон исцеления вокруг себя. Исповедание нового человека, исповедание здоровья, новое творение. Следующий пункт. Это… Там ключ действия. Ключ действия. Мы уже говорили в исцелении. Первое. Ключ действия. Ключи действия. Соприкосновение и ощущения. Отец, я благодарю тебя, ты со мной. Ты напоминаешься миром, ты напоминаешься реальностем. Жить и человек внутри. Вы помните, как мурашка? Почувствовать. Связь. Вот этот момент очень интересный. На самом деле мы можем двигаться. Просто словом говорите, что это будет происходить. Но чувство оказывает очень вдохновляющее. Чудно, связь, Бог начинает проявлять эти линии, жар пошел, тепло пошло, это очень хорошо, стремитесь, но если этого не происходит, не думайте, что этого не происходит. Ощущение, ощущение движения Бога, это ключи действия, ваша вера возрастает, это так же, как вы можете другим спрашивать, что происходит, ой, что-то, что-то, расклюсь до септа, давай день, удачу. Доверие Духу Святому, как архитектор тела, доверяй Богу, когда ты говоришь, Бог, я доверяю тебя, возможно, вы не знаете симптом, вы не знаете, вы не знаете, что происходит, доверяйте Духу Святому, Дух Святой, ты знаешь, что, от чего я доверяю тебя. Следующий пункт, это использование знания, именно, что происходит, ну, допустим, гипертония, во имя, я знаю, что происходит, тужение сосудов, я запрещаю тужение сосудов, вы поняли, это знание, полагаю, я знаю, кто-то, если вы что-то не знаете, вы все равно в любовь учите, доверяя тебе Духу Святой, ты знаешь, от чего это? То есть, это злого знания, иногда Бог дает злого знания тебе, иногда ты из памяти поднимаешься, то, что ты знал раньше, от чего это? Приказ, приказ, приказ в имени Иисуса Христа, это ключ, в приказе может быть строительство тела, изгнание болезни, изгнание дьявола, строительство, прямо сейчас образовываются клетки, регенерация, ну, так далее, это строительство. Следующий будет создание образа исцеления, видеть тебя исцелено, допустим, ты плохо видел, образ я вижу хорошо. Говорит слова ЖИТЬ! Пусть твои уши слышат это слово ЖИТЬ! 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 ЖИТЬ, Хребта, во мне, ЖИТЬ! Это слово «иметь силу» даже как «иметь». Слово «благословляй» имеет силу. «Благодать» имеет силу. «Прокляйца» тоже имеет силу. «Жить» имеет силу. Оно приводит твое тело в такое движение. Бежение жизни. Благодарность и хвала Богу всегда. Отец, благодарю Тебя, Ты исцеляешь. Благодарю Тебя движения имеют. Благодарю Тебя постоянно. Благодарю Тебя, славлю Тебя. Аллилуйя, славлю Тебя. Благодарю Тебя. Хвала привязывает тебя к Богу и к тому, что Он действует. После этого проверяй свое тело. Проверяй свое тело, что изменилось. Свидите свое об исцелении. Свидите свое об исцелении. Уставе дьявола победили. Свидите свое об исцелении. И ведите здоровую к вам от жизни. Эмоции, пища, стремитесь к этому. Потому что, если кофе, чай, жирное. Но если это стало причиной, не делайте этого. Или пусть ваше тело укрепится до тех пор, пока оно может уже это переварить. Амаль. Хорошо, Илья. Аллилуйя. Методы практического исцеления. Быстро. То, каким может быть пользоваться методом действия. Амаль. Методы могут быть разные. Я вам рассказал принципы. Но есть разные методы. Основной метод исцеления. В отношении рук на больных людей. Это основной метод исцеления. Есть обозначение, почему мотив, почему это происходит. Бог мне показал многие вещи. Первое, что Он хочет тебе показать, что Он живет в тебе. Что ты в облаках через тебя. Второе, контакт, соединение. Третье, любовь к ближнему, когда ты неравнодушен идешь к человеку. И еще один момент, очень важный, чувствительный, оседательный. Это тоже играет в голову. Ты чувствуешь. Это создаёт связь. Исцеление через прошение Бога исцелить. Особенно используйте это для новообращенности неверующих. Будешь мне показать, что Иисус исцеляет, а не ты. Они верят, что эти проценты, что ты один из них. Скажи, пусть со мной повторят Иисус, исцеляет меня в прошении. Друзья, мы заканчиваем. Поэтому, если вам надо идти, я просто буду благословлять вас на дело служения. Поэтому, я думаю, пусть осталось. Хорошо. Я буду выкроить. Я быстро тело, я уже заканчиваю. Имя Иисуса Христа. Исцеление через имя Иисуса Христа. Четвертое. Елей помазание. Помазание еле. У меня, конечно, есть места писания. И если забыли читать книгу, у меня есть места писания по сказанному пункту. Но я уже буду быстро, чтобы вынесли. Окей. Есть места писания где-то, которые... Плотки опоисания. А? Плотки опоисания. Плотки материи. Промоленные материи. Промоленная сказка. И иногда вы в аптеку можете прийти к кому-то. Или еще кто-то. Или вера в человека клава. Ну, вы не можете молить. Давайте ему плотки. Я увидел, как происходили чудеса исцеления. Даже чудеса толфетки в Макдонах. Ну, исцеления травм. Неверующего. А водичка? А? А водичка может? Вода. Можете воду промаливать. Вода, жители, предметы, предметы, которые вы даете друг другу, тоже работают. Тоже работают. Это вы передаете ему. Отец, я соглашаю перед, что когда вы применяете на чурковый мед, он получит исцеление. И отдаете. Помните, я рассказывал, как ложечка и глаз исцелилась? Ложечка. Я помолился, дал женщине. Она положила глаз, и лицепла глаз, а он. Ложечка. Это был такой момент. Поехали я вам, как ложечка. Но у меня был такой эксперимент. Вы можете также промаливать дверные ручки. Дверные ручки. Дверные ручки. Дверные ручки. Дверные ручки. Только не так, чтобы можно было желать кличникам. Но вот так вот, чуть-чуть раздёрли. Дверные ручки. Дверные ручки. Я буду кататься. Ручки. Те, кто после меня будут, они будут, ну, прикататься к помазанию Духа Святого. Царству Божьей. Это работа. Ваша вера. Ваша вера, это творчество, что свяжется на земле и будет на небе. В Духовном мире двигается вера. Вера. Вы формат веры. Поэтому, ручки любые, что-то вещи, чашки, что угодно, любые предметы. Платки, палфетки, материя, носки, бюдгальтеры, что угодно. А где елей брать? А? Где елей брать? Да. Где елей брать? Да. Где брать? Елей. А, елей где брать? Мамазине. 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 Возьмите, вообще это состав такой, ну, честно скажу вам, я думаю, что необязательно, там состав какой-то есть, корица там, ну, оливковое масло возьмите, помолите за него. Отец, пусть твое помазание будет действовать через это, и все. Оливковое масло. Оливковое масло. Оливковое масло. Оливковое масло. Потому что в основной елей это оливковое масло делали. Ну, там добавление корицы, там, тминь, что-то там добавляли. Тминь. Можете все, где там все, ребят. Поэтому мы поняли, да? Согласен. Когда я буду давать у кацавца кого-то, они будут тоже идти туда. Аминь. Аминь. Тогда я буду давать у кацавца кого-то. Он исцелял. Следующий момент. Через исцеление, через исповедание грехов. Покаяние. То есть человек, грех, он может тебе рассказывать, он получает исцеление. И на это люди просто мне звонили. И они просто говорят, я хочу исповедоваться. Хорошо. Покаяние. Я исцелился. Бог коснулся его. Через послушание и смирение. Помните Ниема. Ниема. Бог. Элисей сказал. Это было. Почему он сказал? Это было для смирения. Понимаете? Есть исцеление, которое происходит через смирение. То есть гордыня является открытыми воротами. И дух боления вошел через гордыню. И ты говоришь, допустим, человеку. Брось курить. Я видел, как человек бросил курить. Фигарету растоптал пачку. Я за него молил, что ничего не происходит. Я смотрю, у него тут пачка с фигарет. Я молился. Ничего не произошло. Я смотрю в фигарету. Я говорю, Бог говорит тебе выбрать фигарету. Мирить перед Богом. А там грех. Он берет, прикидывает. Я сказываю. Я молюсь. И исцеляю за человеку. Слава Богу. И исцеление через смирение. Через поклонение. Это может быть также в вашей жизни. Когда вы смиряете, что-то вы делаете. А потом Бог говорит, нельзя этого не делать. Это, говорит, я отмеряю. И происходит ваше исцеление. Через тужение другим людям. Ну, допустим, тужение исцеления. Аминь. Извините. Я сейчас семинар. Я не могу говорить. Потом. Через тужение другим людям. Вы можете за других силы течет из вас, и вы исцеляете изменить. Аминь. Это очень рапортивное явление. Даже вес тела правду. Я когда молюсь, что вес тела уменьшается, я приходил на мой вес. Аминь. Через исповедание Слова Божьего. Правоотношение. Исповедание. Это вы правоотношение. 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 И объем Бог. Через это исцеление. Через слово знания. Вы слушаете другим людям. Бог говорит. Это я часто использую у жителей. Я его тоже очень сильно использую. Когда в эфирах веду и все. Очень сильно. Добавляя на улице. Это мощная работа. Я слышу, что Бог исцеляет сюда. И исцеляется прямо через уши и глаза. Твои местные места. И те люди, которые в двое душа пришли в душах. Прямо через силу Божьей. А также помутнение в глазах. Тух уходит в твои местные места. Это слово знания. Я просил, кто-то с глазами принимает исцеление. В этот момент, когда вы слушаете. Это соединяет вас с Богом. Вы с опытным пророчеством. Это слово проходит и начинается исцеление. Совместная молитва. Молитва-единство. Там, где двое или трое, Бог отвечает. Иди, молитва. Совместная молитва. Она работает. Обновление радуга. Когда ты меняешь твои мысли на мысли Божьи, болезнь, которая была от невежих помышлений, начинает исчезать. Вы можете эти разные методы могут сработать. Какой-то метод не сработает, другой будет сработать. Но я как говорил, найдите связь, откуда пришла болезнь. Следующее. Через пророческое слово. Есть хала-шатай, правооглашение, а есть пророческое слово. Когда Дух Божий, тут есть слово. Через там, когда ты пойдешь туда-то, туда-то и исцелиться. Или там, утром ты встанешь и будешь здоров. Пророческое слово. Через причастие. Через хлебопреломление. Очень много исцелений. Это перезагрузка, обновление происходит. Следующий пункт. Через веру и ожидание чуда. То есть, даже ты просто живешь в веру и ожидаешь. Это произойдет. Это произойдет. Однозначно произойдет. Аллилуйя. Ты ожидаешь. Аспорт, азарь, 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 точно. Произойдет. Через это происходит исцеление. Это состояние твоих нюхи. Молитва Духом. Иные дачи. Через иные дачи происходит исцеление. Потому что в этот момент ты разгорячаешься Духом. И что происходит? Мимо твоего ума, мимо твоих блокировок, с его Божьей начинает идти, двигаться ты получаешь исцеление. Через хвалу и поклонение. Прославление Бога. Следующий пункт. Сотрудничество с ангелами. Прославление исцеление. Ангел чудотворения приносит. Ангел идет, несет. Через это происходит исцеление. Через изгнание бесов. Исцеление через изгнание бесов. Следующий пункт. Молитва Наратаян. Слово Огмана Наратаян. Это как пушка. Гаубер. Попал. Лоб. Лоб. Это очень четный пункт. Это работает. Я в эфирах это практикую. Люди реально стреляют. Я исконно уходя там. Слово Огмана Наратаян. Перемещение в Духе. Перемещение в Духе происходит. Вы можете это делать кармой. Когда вы закрываете глаза. Вы представляете. Вы говорите. Дух Святой. Перенеси меня к этому человеку. Вы представляете этого человека. Покойте. Рассматривайте его. И возглавите руку на ту часть тела. В которой он болит. И говорите плохо. Вы поняли. Это перемещение в Духе. Но есть перемещение буквально. Но. Это такие эксклюзивные моменты. Они есть. Происходят. Но. То что я вам говорю. Закрывайте глаза. Это будет происходить все время. Знаете. Что в этот момент будет происходить исцеление. И последний пункт через содержание Господа. Молитесь. Вы молитесь и содержите. Господь со мной. Вы начинаете видеть Господа перед собой. Связь. Образуется связь. Такая внутренняя. Сильная связь. Он перед вами. Вы его видите. Вы наполняетесь его. Через это происходит исцеление. Несколько слов о совершении Господа. Восхищение мертвых. Это тот же самый принцип исцеления. Такой же самый. Как приходит исцеление. Но в этом случае. Оживает все тело. И если в вопросах исцеления. Оживает. Исцеляется какая-то часть тела. Оживает. То в вопросах восхищения. Такой же принцип заполнения жизни. Всего тела. Вы можете говорить. ЖИ. 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 Течет тело. ЖИ. Это подобно. Как. Этого. Этого. Вера. Так. 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 Интересный важный принцип. Это движение веры. Иисус выгонял тех людей. Которые ему мешали вернуть. Вера. Это концентрация. Это сосредоточение. Всякие плакальщики. Неверующие. Мешают тебе сосредоточиться. Вера. У меня было несколько. Киршений. И они подходили в момент. Моего сосредоточения. Я сосредоточил. Что за связь Богом. Я. Ну. Содержал его. Я общался. Говорил. Я. Говорил. О некатерфическом. Что я вас требовал. И. Мух. Диалог. И через это. Я говорил. Слово. Вер. Деяния. В пятой главе. 36. Он был 40. Тиш. Так же делал. Петр. Но что интересно. Обратите внимание. Что. Так же как произошло. Пробуждение. Дочки Яира. Петр. Повторил слово. Слово. То что делал Иисус. Он говорит. Тать. Ифа. Тебе говорю. Так. Он обратился к телу. Он помолился. Во время молитвы. Он. Как это происходит. Это исповедание. Напоминание. О том. Что нам дана власть. Воскрешать не мертвых. В Матфея 10. В воевых. В рухихе написано. Воскрешать не мертвых. Воскрешать не мертвых. Нам дана власть. Мы во Христе Иисусу. Дана вся власть. Над жизнь и смерт. Воскрешать не мертвых. Практикуйте. Будьте неотступны в этом. Держите в вере. Слово Божие. И откиньте все ваши страхи. И все ограничения. Еще один важный момент. Иисус в пользу Бога. Пробудиться. Проснуться. То есть не ожить и мертвых. А проснуться. Я прошу Духа Святого. Почему так? Он говорит. У человека есть блокировка. Блокировка значит смерть. Смерть. Трах. Трах перед смертью. Смерть означает ограничение. Ограничение. Все. Конец всему. Конец всему. Конец всему. Что это означает? Что в нашем сознании. Этот момент. Когда мы идем ослышать мертвых. То мы сталкиваемся в барьерах. Необратимый процесс. Необратимый процесс. Поэтому используется. Обход блокировки. Пробудить. Проснуться. Он спит. Он заснул. Но Бога нет у нас. Бога все живы. Он спит. Эй. Давай. Проснись. Удильник. Давай. Пробудить. Это принципы его заключения. Имея веру. Настойчивость. И понимание блага в этом процессе. Мы слышали свидетельства таких людей. Которые. Ча. Два. Три. И пробудают. Настойчивость. Это будем приводить. В действие Чаевы Божьи. Аллилуйя. У меня были такие свидетельства. Когда. Возвращавший человек. И говорил. Мне Бог сказал. Возвращаться. Потому что. Он так и сказал. Мой сын требует твоего возвращения. Мой сын требует твоего возвращения. Он вернул человеку. Да. Вот так и сказал. Были моменты. Когда я быстро реагировал. И происходили восхищения. Быстро. Я не упевал еще. Угадка. Потому что человек умер. Быстро. То есть ты не даешь мысли размышлять. Быстро. В открепне. Живи. Во время семинара. У нас свидетельства. Что восхищали девятых людей. Вот это. Быстрая реакция. Быстрая реакция. Женщина говорит. Пила маму. Малый чай. Малый чай. Малый чай. Малый чай. Малый чай. Малый чай. В открепне. Живи. Быстрая реакция. Если человек начинает медленность. Умер. Ааа. Умер. Ааа. Приходит страх. Все. Тебе будет сложно. Даже невозможно. Страх. Трава же. Быстрая реакция. Не давая твоим чувствам мыслим. Помешать процессу вверх. Ааа. Аллилуйя. Имей напорник в этом служении. Напорник. Стой твердо находит. Ты сказал вот. Ты сказал. Стой за это входит. И следующий. Следующий момент. Не будь разочарован. Если это не произойдет. Не будь. Отдайте руки Божьи. Я не знаю. Значит так не будет. Часто люди не хотели возвращаться. И Бог говорил. Он хочет остаться. Он попросил меня прийти. Чтобы я его забрал. Все. Отпусти его. Отпусти его. Отпусти его. Отпусти его. Отпусти его. Все. Это смерть. Поэтому. Ну. Такие вот вещи происходят. Поэтому. И также использую власть на смерть. Бои не кто-то летал. Я запрещаю. И говорит. Так произошло в течение от меня. В течение. Когда я зашел. Женщина умирала. Я взял смерть. И знал. И женщина жила. Вот так. Взял смерть. Она мне рассказывала. Потом. Она уже была в бреду. Уже видела духовный мир. Беда увидела. Тьму. Смерть. И вдруг она увидела. В этой темноте зашел яркий человек. И чаще себя. Волгами. Он подошел к ней. Он рукой огонь вышел из него. И все бесы в панике убежали. У нее прояснило зрение. Она увидела меня. Да. Мы в духовном мире все подобие Иисусу. Это не только ко мне. Это вы. Только будьте смелыми и сердливыми. Аллилуйя. Хорошо. И заняйте смерть. Говорите. Жить течет. Жить. Дыши. Подожди. Тебе говорю. Вставай. Тебе говорю. Верни. Тебе говорю. Душа. Или там. Поение. Верни. Дыши. Тебе работает. Тебе работает. Борт работает. Аллилуйя. Плавайте на небесу. Хорошо. Все. Еще несколько. Еще одна тема. Работа. Она важна. Нет. Друзья. Как имена. Терпитель. Мотив. Мотив и силу. Мотив. Мотив для служения. Мотив. 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 Зависит от вашего. Постоянного. От того. Как вы будете практиковать. Это много часто. Но знаете. Что дьявол. Он будет вам. Пытаться остановить. Он будет говорить. Да чем тебе оно надо. Подожди. Что-то не получилось. Это не для тебя. Это не твое. Ничего не происходит. Ты сам себе придумал. И так далее. И так далее. И так далее. Так вот. Я вам скажу. Друзья. Именно мотив. Этого действия. Поможет вам. Быть постоянным. И дойти до точки успеха. И развивать этот успех. В этом уже. А мы. Мотив. Потому что. Очень много разочарований. Вречений. И. Люди остановились по одной причине. Они. У них не было мотива. То есть. Это был как тренд. Молодцы. До первого пути не получилось. А зачем оно было. Поэтому. Он должен иметь мотив. Я. Быстрый. Мотив. Первый. Это покушание Бога. Мы развиваем покушание Бога. Богу. Говорит. Это важно. Это нужно. Я это буду делать. Потому что Богу это важно. Вокушать. Второй мотив. Развив. Развивать. Любовь к ближнему. Это вторая заповедь. Я буду. Это важные качества. Я буду развивать. Любовь к ближнему. Не игнорировать. Не проходить мимо. Третий момент. Возвратить в вере. Укрепить и умножить веру в себя. Потому что через веру приходит всё. И благотновение. И обеспечение. И жить разом. И через веру. Поэтому я буду возрастать в веру. Третий пункт. Возрастать в вере. Возрастать. Даже если получится. Четвертый пункт, это укрепление и защищенность, защита, твоя защита. То, что мы говорили, это способный навык управлять оружием Божьим. Твой дом, ты будешь защищен благодаря этому. Это защита. То есть твой навык побеждать, он будет усиливаться и улучшаться. И ты будешь этим защищать тебя и твои горные плитки. Плюдающий мой, покой, выйти из страха, покой. Когда ты служишь исцелением, ты видишь проявление Бога в тебя, это создает ощущение защищенности Бог тобой. Это покой, он со мной. Вот так и особенно сейчас в это время, особенно в это время, когда есть угроза, и когда ты служишь, ты видишь бухтовое, он говорит, не переживай, ты видишь его, где тебе? А ты будешь, ничего не будешь. Даже если сирена, даже клеяло взорвется, то все будет порядок. Понимаете? И же тот пункт, плодоносник, приносить плоды, плоды в жизнь. В конце своей жизни мы подумаем, а что мы делали в вашей жизни? Что я делал вообще? Ну, что цена моей жизни? Бог будет свеживать людей и говорить, ну, легенький ты или тяжелый? Богу не важно будет, чем ты там занимался, сколько ты денег насобирал, даже не важно было, у кого ты родил и сколько родил, а Богу важно было, как ты исполнил его слов. Богу важно было, как ты принес плоды, плоды, вот это важно, плоды в жизни. Поэтому понимание, что я плодоносник, уже принес плоды, это стимулирует меня эти дела. Амалья? И заключение, друзья. Заключительный чек. Ваше действие, ваше окружение создает для вас активное взаимодействие с небесами. И близость с небесами станет ощутимым и очень сильным внутри вас. Благодаря этим каналам, этим связям, ваша жизнь начнет сильно меняться. Потому что в этот момент меняется ваше чувство, меняются ваши мысли, меняется ваш интеллект и меняется ваша судьба. Все, что Бог приготовил для вас, становится реальностью и будет проявляться в вашей жизни. Бог сказал, в Ефесянам, в 1 главе, в 1-12-м тихе написано, что Он избрал, Он предизбрал нас для того, чтобы Господь прославить Твоё имя через нас. Он избрал нас для этого. Поэтому, в вашей жизни, в вашей молитве будут иметь результат. Иоанн сказал, это 1 Иоанна, 5 глава, 14-15-й тихе, я знаю, Бог меня слышит. А когда я знаю, что меня Бог слышит, я знаю, что я не попрошу, я получу. Это есть модель жизни. Это модель черпать от источника и жить источником. Это приносит все через окружение. Я знаю Бог со мной. Я знаю, Бог меня слышит. Именно через окружение мы познаем близость Бога с нами. И Бог дал нам служение с одной целью. Не только для того, чтобы распространять, а также с одной целью, чтобы мы узнали, что Он с нами. Это наш занятый Бог. Благодаря этому нас не будут уносить старые течения мысли, уносить старый грех, бедосходность, страх. Это будет укреплять, держать и делать нас выше тех обстоятельств, которые происходят на земле. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Аллилуйя. Часто люди теряют связь жизни по одной причине. Потому что они воспринимают жизнь как мучение. И они просят Бога забрать их. Это верующие. Но вы не должны так думать. Вы должны радоваться каждому мигу жизни. И радоваться, что жизнь вечная наступила вам. Их пользуйте. Укрепляйте связь с вечностью, с вечной жизнью, пребыванием Бога уже сегодня здесь на земле. И через эту связь воля Божья, как на небе, как на небе, будет проявляться и на земле вашей жизни. Амин. И если мы будем уже уходить на небеса, то мы будем уходить в чувство исполненного долга, чувство радости и чувство завершенной работы. Амин. Только с этим пойдем. Аллилуйя. Да проклавится к имя Горбота через наше окружение и Бога. Амин. Аллилуйя. Аллилуйя. Бесно.